так сказать доброе утро воскресенье только вроде в погоде написано что ясно но где спасибо ворона что ты мне желаешь удачи на топике сегодня что я сделала вчера да хватит меня не слышно из-за тебя что я вчера сделала для экзамена ничего просто сделала домашку и то я не всю сделала вообще не всю часть маленькую вот и смотрела японскую дораму который мне очень понравилось я хочу еще вообще не выспалась типа в 6.50 вставать в воскресенье это немножко жестко а чё так много вон эти друзья простые сынки-сынки шаттлики выезжают на работу впервые такое вижу на самом деле разрешение на прожить вода на проживание то есть она по-русски хорошо говорила у неё мама русская папа корейца или наоборот они все они все красавцы и красоты изгущая как-то странно типа очень 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 красиво она очень очень красиво как обычно не сфоткаешь не поешь давай поливай как это делать а у меня на палец некрасиво чисто себя даю интервью россия 1 коригома сегодня сдавать топик вроде man почему же записано меня снова зовут я на меня снова зовут я это ности мы живем в любви и согласие сидим на месте так вот настя у нас вопрос мы сдавали сегодня топик как ощущение но как сказать мы не готовились вот этот результат получили перепутали чекоп и да там был там было на самом начале мы просим типа вот я я врач а я в доктор я покраснела так вот я врач и я там был вопрос его я ученик и я врач и нужно я думала что это не работа типа я думала то что чем со это специально если мы посмотрите наш преподаватель меня убьют меня скучают после этого я думаю да и я сначала поставил чекоп то что работа а потом в последний момент я хотел уже сдать не горит посидеть еще 20 минут проверьте я началась и проверяйте я в итоге там пять раз все замазала и очагов убрала очага буква поменял как говорится про зачагов можно было сказать и рыбку а так вот что мы не готовились вообще мы записались в июне да мы в июне записались заплатили в топике сейчас стоит 700 рублей именно во владивостоке корейском центре в корейском центре на океанском проспекте 69 нам нужно благодарить за рекламу вот на пятом этаже неважно если вы будете в владивостоке сам интересно можете сдать попробуй свои силы ничего вам после этого не будете более если первый топик вы сдаете вообще не знаю топик разделяется на два разделу нет на 2 части две части первая часть топик один это первый второй уровень это как считается начальным уровнем а есть второй топик он 1 2 часа 2 топик это 3 4 5 6 уровень тоже как час 40 хорошо второй топик сдается три часа и там он идет на продвинутый и как на носителя типа 6 группы это уже носители и у нас преподавать но неважно у нас преподаватели сдают на такие уровни мы такие дай бог сдать на первый напишу нет ну ну вы понимаете мы все нет мы не готовились я не готовилась вообще я все хорошо я все хотела да 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 я сидела дома думаю так очень буду слова учить все все начну все после того как у меня первые первый курс было все ужасно и думаю блин все ладно будем учить слова нет вы тут как всегда быть и нация да типа все остальные дела гип-поп дорамы и все это и ты пропал да я думала что я думал что поевка речи не запомните подаловно если я хочу понимаю на самом деле нет топик прикол в том что там аудирование она шла сначала легко все было очень медленная речь просто вот там типа этом чаю и ты должен здесь чего ю у нас я заметила что у нас у всех последнем последнее задание было там нужно было ответить а одно аудио было к двум заданиям это подставок это было подстава потому что аудио закончилась и мы такие и все типы таки все закончился сидим а там же еще четыре задания а нужно было ответить я потом в разнобой кидать короче вот так а вообще ну если впечатление если вы хотите сдать на второй топик точно на второй гип точно то вам нужно готовиться девочки сдадут я не знаю потому что ну или хотя бы просто знаете хотя бы просто учить то что он дают на первом курсе интересный экспириенс там ходил милашка кореец он постоянно поднимал ручку по сцене и уронил милашка поэтому будем ждать результаты результат у нас 28 ноября сегодня сегодня 20 ну вот ребят нибудь честно я но я немножко не такой мандраж был это к блин мне страшно я записывал историю за тигран гурья не готова и мне все-таки плюс никто не готов хотя было время подготовить почти полгода 55 месяцев время очень быстро пролетела поэтому ждем результаты посмотрим тоже интересно напомнила мне атмосферу егэ я такая хоть камер не было до камер не было можно бутики были полая не можно было какими слова про пронести но я просто там не знаешь куда попадешь поэтому так все еще здесь кунт вопрос к нам оставайте топик учите корейский просто если хотите проверить вы не поступайте на корееви это нет ну если вы любите кипов как я три года я пришла с нулевым уровнем ну и мы все пришли до я знала только англии только алфавит я не знала чем что я просто жучи не представлял но хотя бы вы очень хотя бы как-то поэтому если имбин рекламу уплатите мне пожалуйста я знаю что в москве очень тяжело поэтому там в основном ну блин даже мы увидим короче если вас будут какие-то вопросы вы можете про обращать обречать обречать большую чаками они шарит вот так все же вон уже сколько всех на моем канале ты говоришь ты интроверт у тебя столько знакомых типа в этом милашки напишем скажешь брево не смотрит видимо как ты это вырежешь какой именно а мы нет никакой милашку он даже не помешит про него выбра ты милашка если ты смотришь что видим нет я шучу нет без подмигивания надо это очень плохо это очень плохая мы вообще-то про образовательные учреждения тут говорим вообще-то выше и выше и выше на почти 20 все мы не будем таки вот дела но все же вы здоровы блин мама папа любит нас мы любим вас все все правильно приятного аппетита самого самая главная мама всегда говорит главное кушать несмотря ни на что главное кушать учеба ничего вот они они сидят и на господи все бромбисер так и георг можно знаете взять матрешки и продавать корейцам вместо кинем фума да кинем фум да там матрешки для корейцев вот мы были 700 рублей там был огромный просто сувенирный магазин и блин матрешки стоят 5000 вот просто я понимаю что это ручная работа но все же блин как тупо разводиловка для туристов на самом деле да я думал что сначала она стоит вонах 5000 5000 рублей там было за 11 конечно это ручная работа да насть правильно говорит но при мне корейцы купили себе шапку ну из меха натурального за 11000 ушанку это нет богатых корейцев не было он фортунат ли как говорит галя такие дела нужно блин давать не о учебе заводите знакомства общайтесь дружите потому что это сейчас это самое главное мне кажется хоть вы будете самым на земле без друзей вы загнетесь стата дня не будьте не бойтесь знакомиться бывает бывайте подписывайтесь на инстаграм всегда отмечаю всегда отвечаю если чё да чекайте ее инстаграм это просто божественные войны божественные stories просто у вас будет улыбка до ушей на весь оставшийся год не грустите никогда не стрессуйте потому что все на самом деле проще как говорят в топике в топике на самом деле все проще а мы с Аней постоянно сюда думаем так нельзя делать все проще на самом деле жизнь на самом деле проще сейчас пойдем в минисон сейчас Аня умрет потому что она не была в минисон вот я не знаю пока что мы кушали сейчас мороженое оно было очень густо как снег а мы же еще будем а мы еще будем есть настроение быстрее закончить это видео извините без 23 мы не сделали домашку мы еще ничего не перевели ну давайте еще мороженое а мы можем прямо сейчас с ним вот поэтому я только на себя простите пожалуйста а что что я просто когда ты говоришь я простите пожалуйста будьте счастливы всем привет еще раз девочки уже рассказали немножко про топик и я тоже хочу поделиться своими впечатлениями как уже все сказали я с утра проснулась в 650 воскресенье я подумала нафиг надо не хочу я так хотел остаться просто тем более недавно отопление включили так тепло хорошо но чувство ответственности все таки и 700 рублей надо ехать и сдавать топик вот эти более знаете вот когда уже второй год учите язык и что вас до сих пор нету вот бумажки что вы можете показать вот я знаю уже что-то типа да поэтому мы все-таки поехали нас распределили по кабинетам и короче сам экзамен был очень быстро очень быстро все прошло 40 минут было аудирование 60 минут было было чтение вот и до аудирование было вначале очень легко потому что все по слогам практически все проговаривают вот но к концу ты уже не соображаешь там сколько 40 за 30 до 30 задания аудирование и ты под конец уже просто не соображаешься там сложнее сложнее задание вот в этом подвох вот ну потом чтение я сижу я тоже не готовилась хотя скачала себе вот это 40 дней и топик один там типа каждый день учишь лексику я прошла шесть уроков потом забила и все больше я не открывал вот и короче чтение в принципе было нормально потому что мы уже грамматику всю выучили которая там встречалась то есть нормально сдавать вот проблема единственная проблема это время которого вечно не хватает я сижу на 59 здании по моему и тут говорят типа через 20 минут заканчивается экзамен а я еще не принесла ответы я еще не доделала чтение такая думаю круче и я быстро быстро делаю просто но в конце тоже почтению задание сложнее гораздо и ты уже ничего не соображаешь я думаю что в конце я весь конец завалила вот ну посмотрим короче перенесла ответы бланк и все что я успел делать это просто перепроверить правильно или я их перенесла и все короче нам на экзамене можно было принести только замазку а давали фломастер кстати он у меня с собой но сейчас наверно не достану вот которым мы заполняли ответа и что такое фломастер черный но мы больше ставим не я нам сказали можно забрать все пошли обратно сейчас сейчас короче вот фломастер прочее с этой стороны толстые с этой стороны тонкий но проблема в том что я люблю все карандашиком там писать нам сказали убирать все убирать когда мы пришли нам сказали все электронные приборы выключаем на телефоны мы приклеивали стикер и убирали их картиночку специальную прямо как в рейских школах в это потом нам их просто отдавали вот так что если вы захотите сдавать топик то можете попробовать либо в конце первого курса либо в начале второго начали 2 нормально сдавать короче помните о времени что его всегда не хватает и надо достаточно быстро все делать так что если вы учите корейский обязательно сдавать стопик мы ждем результаты и надеемся до лучшего всем пока до новых встреч и